Андрей Аллахвердов, Слава Николай Фешин, большой мастер. Но с его высказыванием главное не что писать, а как я не согласен. Очень важно и что писать. Живопись как женщина. Когда ты живешь с красивой женщиной, это прекрасно. Но когда она еще и умная, это счастье. Спасибо, Андрей, за ваш прекрасный комментарий. Спасибо, друзья, за ваши лайки, за поддержку канала. Вы знаете, что делать, чтобы он развивался. Ну, конечно, очень важно и что писать. Как и важно, например, что кушать, что есть. Ну, если человек... Я знал одну девушку. Она была когда маленькая, она выходила в песочницу и ела песок. Ну, конечно, это какое-то искажение реальности в мозгу. У таких людей, которые едят камни, например. Ну, может, ей что-то не хватало. Какой-то вот, я не знаю, песка не хватало. Какого-нибудь кальция, кварцита какого-нибудь. Ну, кстати, Андрей, вы же наверняка знаете, что простая еда, простая, дурацкая такая, она наиболее полезная. Овес, например. Почти мы как лошади, которые едят овес. Но только вот вареные, да? Лошади едят так, сырой. И, по-моему, наслаждаются, чувствуют себя прекрасно. Он у меня кролик сено ест. Все время ест. Живопись как женщина, когда живешь с красивой женщиной. Ну, тут надо разобраться, мне кажется, что такое красивое. Кстати, и умное. Кстати, красивое, не все красивое, есть красота, как говорят. Разобраться, что такое красивая женщина, мне кажется, невозможно. Красота, на мой взгляд, это очень объемное. Широкое понимание. И, может быть, пожилой человек весь в морщинах, но удивительно красив, правда? Он может молчать, уверяю вас. Но от него будет исходить такая красота, что просто побыть с ним в молчании, это будет величайшее благо. Ну, я встречал таких. И это были чудесные часы, проведенные в молчании. Ну, и потом, когда женщина умная, это счастье. А мне очень нравится, когда женщина разная. Проявление это ума или чего это такое? Напишите. Когда она разная. Когда она меняет прически. Кардинально. Вплоть до... Ну, в общем, разная. Когда она бижутерию вешает. Когда она красится, не красится. А чего красить-то? Красота все равно изнутри идет, правда? Ее не подкрасишь. Красоту настоящую. Я считаю, по моему опыту, наибольшее счастье, когда вы встречаетесь с любимой. То есть вы живете каждый на своей территории. Ну, если есть возможность такая. Вот не на одной, как говорится, кровати и днем, и ночью. И завтрак в постель, и ужин, и еще ночь. Нет. А когда вы встречаетесь в разных спяти комнатах, и вообще живете в своих пространствах, ну, такая радость встречаться, ты успеваешь соскучиться. И ох, и ох, еще один в рад... Ой, встречаешь еще один день в радости. Это чудо. В Индии жила одна женщина. Я не помню ее имени. Если вы знаете, о ком речь, напомните, напишите. Не помню, как ее звали. Она так любила Шиву или Кришну, что все время танцевала на улицах. Все время. И все... Вот глупость, да? И всю свою жизнь, все свои танцы она посвящала вот возлюбленному. Она считала, что вот он... что вся Вселенная — это живой организм. Он проявляется в разных телах, и все для нее были возлюблены. И она так относилась к миру. Ну, полная глупость, правда? Но... Что это? Проявление ума? Мне кажется, это совсем отсутствие ума. Но... отсутствие ума как признак величайшей красоты. Всегда ли умный, красив? Вы же знаете, Андрей, что все самые великие глупости в мире совершались очень умными людьми. Поэтому я за дураков. И чем нас больше будет таких чокнутых, тем, мне кажется, удивительнее будет наша планета. Давайте подумаем вместе, что такое умная картина. Что, по-вашему, картина должна быть умной. Правда? А мне кажется, картины... Пусть будут разные картины. И умные, и неумные. Как вот, я не знаю, одежда, например. Вот женщина, когда одевается по-разному. Нельзя же ходить в одной футболке. Я даже футболки меняю все время. Но это не причуда такая. Мне просто в монтаже легче. Я вот в этой футболке вижу картинку. Мне потом монтировать легче материал. Так что не думайте, что это сценическая одежда. Просто так удобнее. Но на самом деле ведь приятно, когда женщина ходит все время в одних тапках, да? В одних и тех же штанах из года в год. Ну, когда она меняется. Мы же не можем рисовать одну и ту же картину, например, что вы любите. Ну, кактус, например. И из года в год, и за дня в день кактус, кактус, кактус на разных полотнах. А, кстати, есть такие, которые все время вот... Один какой-то я видел в интернете. Он все время рисует вазочку и цветочки с кружочками. Просто разных цветов. Ну, вот все время вазочка и цветочки. Такой бородатенький художник. Не знаю, с какой страны. Наверное, вы и знаете, о ком речь. Но даже в этом, мне кажется, счастье, потому что они разноцветные у него. Цветочки разные, все решения разные. Но если их в ряд поставить, конечно, с ума сойдешь, потому что больше ничего нет. Только кактус, кактус, кактус. Ну, представьте, Андрей, что вы, например, что любите? Ну, скажем, сало. Ну, ладно, сало. Борщ. А, кстати, анекдот есть. Едут в поезде, значит, украинец, ну, русский, наверное, да, и украинец доставит сало, шмат разворачивает и начинает его, берет этот кусок огромное сало, начинает его кусать. И так, он никак не кусается. И с другой стороны истрите. А сосед говорит, да что ж, вы мучаетесь, давайте, у меня ножички есть, перочин, я вам его подрежу на кусочки-то. Вы говорите, нет, нет, сало не трожь, ты вот здесь подрежь и здесь. Ну, и что? Вот вы любите, например, это сало, да? Ну, вы же не можете его есть утром, днем и вечером. Завтра опять. И так всю жизнь. Вот умная жизнь. Мне кажется, дурашливее будет, когда умнее будет, когда еда меняться будет. Или одежда, например. Ну, вот носит ваши любимые там сережки. Но, можно же какие-то и даже уши, я видел, прокалывают, вот такие вот, прям, бул, туда, какие-то вставляют, гайки, что ли, такие вот, шашечки, таких, в шашки играли же в детстве, такие, бул, черные. Ну, можно же и везде накалывать себе, и брови, я видел, прокалывают. Вот радость-то. И, ну, и вообще, чего только не прокалывают. Вот счастье, когда все, мы меняемся. Вот наколки, если делают, тут уже, ну, я вот в этом не разбираюсь. Мне кажется, уже не сотрешь. кислотой кто-то выжигает, это же некрасиво. Временное надо все делать, как одежда, временное, как и, как и вот наше тело. Попрыгали, попрыгали, склеили ласты, все временно. Чего тут умничать-то, Андрей? Мне кажется, надо радоваться разнообразию. Ну, вот черемаха за окном, такая, она отличается, кстати, от других деревьев. В этом красота. В том, что все кругом разнообразное. А умные картины, это значит, что, что вот так вот задумался. Ой, блин, что я делаю? Куда я иду? Какая глупость? Все кругом. Ну, умных картин, я тоже все время ждал от мастеров, которых люблю, умных картин, умнейших таких, чтобы прям задуматься, и все изменилось. Ну, и что подсолнух, например, у Ван Гога? Он, кстати, работал всего 10 лет. 10 лет. За 10 лет он нарисовал, написал столько полотен, по паре, что ли, за каждый день, я уже не помню, сколько. Но что-то огромное количество. Если разделить, то два полотна в день получается. Большие у него работают. Ну, и подсолнух, прям шибко умный у него. А народ с ума сходит. Прям подсолнух, аж мне рассказывала одна женщина, что когда, вот, натурально, говорит, надо смотреть Ван Гога. Вот, прямо она рядом стояла, у нее аж мурашки по спине. Но, мне кажется, это все мы. Вот мы в этот момент такие, что мурашки по спине. Это наше участие в созерцании и восприятии вот этого полотна или другого. Просто резонанс происходит из-за нашего накопленного вкуса, наших переживаний, понимания живописи. И это вот чудесным образом раз в резонанс входит с пониманием художника, который нам транслировал через века там или сейчас какую-то работу и мы все заходимся и не можем спокойно спать. Кругом подсолнухи, подсолнухи. Семечки, семечки. Кругом семечки. Кстати, сегодня я проведу ВКонтакте. Ну, просто такая группа я проведу эфир прямой. Там интервью будет и надеюсь, что-то попишу, какой-то этюд сделаю в прямом эфире. Так что, если вы есть ВКонтакте, я оставлю ссылочку после видео. Внизу видео. Заходите вечером в 19 часов начнется. Ну и ставьте лайки и всяческие стрелочки, крестики можно ставить. Кто неграмотен, крестик. Кто-то даже три ставит, подчеркивает силу уважения. Три крестика ставят. «Когда умная это счастье», пишите Андрей. Ну, мне кажется, настоящее счастье это не когда умная. Мы просто по-разному понимаем, что такое умная женщина. А когда рядом с вами любящая женщина, вот когда она любит, покрывает любовью всю нашу глупость, прощает все. И это так красиво, что вы не можете не любить. И главная красота в этом. В искрящихся глазах. А не то, что, какие у нее линии. Такие или такие или бу. Ну, мне кажется, настоящая красота в простых вещах. В том, как мы разговариваем, в том, как мы смотрим, в том, как общаемся с соседом, с детьми, с пожилыми людьми. добрые ли мы это какие мы отражается напрямую в живописи в наших картинах что там изображено неважно они они излучают то состояние в котором мы находимся в данный момент в этом смысле каждая картина это новая реальность который создал художник и зритель можно просто может просто считывать эту реальность и либо резонировать с нею либо нет а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok